Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. В Анклаве отключена телефонная интернет-связь. Вследствие этого получение достоверной оперативной информации из зоны боевых действий серьезно затруднено. По данным местного Минздрава, подконтрольного Хамасу, в результате воздушных атак в районе Джабалии погибли более трех десятков мирных жителей. Цаали информацию не комментируют, однако подтверждают, что удар действительно был нанесен по зданию, где укрывались боевики. При этом гуманитарные организации заявляют, что отключение связи препятствует спасательным работам и еще больше осложняет мониторинг последствий войны для гражданского населения. На этом фоне усиливается международное давление на Израиль с требованием остановить боевые действия. Главы МИД Великобритании и Германии Дэвид Кэмерон и Аналена Бербак в совместной статье для издания Sunday Times и Welt Am Sonntag подчеркивают, что необходимо прекращение огня, ведущее к устойчивому миру. Мы знаем, что многие в регионе и за его пределами призывают к немедленному прекращению огня. Мы понимаем, чем мотивированы эти искренние призывы. Это понятная реакция на столь сильные страдания, и мы разделяем мнение, что этот конфликт не может затягиваться. Именно поэтому мы поддержали недавние гуманитарные паузы. И хоть это вряд ли можно назвать значительным изменением в политике Лондона и Берлина, тем не менее совместная публикация в прессе отражает смену тона правителей с двух стран, до сих пор твердо отстаивавших право Израиля на обеспечение безопасности своих жителей. Если раньше глава британского правительства Риши Суннак поддерживал только гуманитарные паузы в конфликте, теперь Соединенное Королевство вслед за администрацией Джо Байдена открыто выражает беспокойство по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения сектора Газа и неопределенности дальнейших планов Израиля относительно будущего палестинского анклава. Во-первых, как и любая другая страна в мире, Израиль имеет право защищать себя, но при этом он должен соблюдать международное гуманитарное право. Израиль не выиграет эту войну, если его операция уничтожит перспективу мирного сосуществования с палестинцами. Израильтяне имеют право устранить угрозу, исходящую от Хамас, но слишком много мирных жителей было убито. К Британии и Германии присоединилась Франция. Прибывшая с визитом в еврейское государство, глава МИДа Пятой Республики Катерин Колона пошла еще дальше, призвав к немедленному перемирию. Впрочем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу в ответ дал понять, что не намерен идти на прекращение огня, несмотря на растущее международное давление. Глава Кабмина настаивает на том, что израильтяне поддерживают продолжение наземного наступления в Газе, и у него есть мандат на борьбу, но нет мандата на то, чтобы остановиться на полдороги. «Нами руководит воля павших. Мы будем бороться до конца и достигнем всех наших целей – уничтожить Хамас, освободить всех наших заложников и гарантировать, что Газа вновь не станет центром террора, подстрекательства против государства Израиль и нападения на государство Израиль. Мы продолжим бороться до конца за павших и за обеспечение нашей жизни здесь, в Израиле». Однако родственники заложников, остающихся в руках Хамаса, считают, что единственным мандатом Нетаньягу и его правительства является освобождение пленных израильтян. «Десять дней назад я встречалась с властями, я умоляла правительство, и мы все предупреждали, что боевые действия, скорее всего, нанесут вред заложникам. К сожалению, я была права, я выжила. Если бы соглашение об освобождении заложников было отложено на неделю, возможно, меня здесь не было бы. Заложники находятся в адских условиях, в смертельной опасности. Каждый день Израиль должен предложить еще одну сделку по освобождению заложников и добиться ее поддержки со стороны международного сообщества». То, что из-за ошибки Цааля погибли трое заложников, которых приняли за боевиков Хамаса, несмотря на то, что в руках у них был белый флаг, еще больше укрепила их уверенность в том, что нынешняя политика израильских властей требует пересмотра. «Мы требуем, чтобы военный кабинет поговорил с нами, с семьями, и подтвердил, что они не ждут предложений от Соединенных Штатов, Катара или кого-либо еще. Нет, израильское правительство само должно быть активным. Нужно самим положить предложение на стол. Лучшее предложение, чтобы вернуть заложников живыми. Живыми. Мы не хотим, чтобы они вернулись в мешках. Это требует от нас действовать сейчас. У нас нет времени». В Цаале со своей стороны признали неприемлемость подобных действий солдат и пообещали не допускать подобного в будущем. «Инцидент, в котором солдаты Цааль случайно убили Етама Хаима, Алона Шамриза и Самера Талалку, является крайне болезненным событием. Трое заложников, переживших 70 дней ада, вышли навстречу солдатам Цааль и были убиты огнем наших сил. Нет ничего, чего солдаты Цааль или командиры в секторе газа хотят больше, чем спасти жизни заложников. В этом случае нам это не удалось. Думаю, трое заложников сделали все возможное, чтобы мы поняли, они вышли без рубашек, чтобы мы не заподозрили их в ношении взрывчатки, держали в руках белую ткань, чтобы мы поняли. Стрельба по заложникам была против правил. Запрещается стрелять в того, кто поднимает белый флаг и пытается сдаться. Однако это произошло во время боя, когда все были в напряжении». Последовавшая вслед за трагической гибелью заложников возмущение в израильском обществе заставляет правительство менять стратегию. Бениамин Нетаньягу, несмотря на то, что по-прежнему настаивает, заставить Хамас освободить пленников может только военное давление, дал понять, что переговоры с Катаром и Египтом по возобновлению сделки все же идут. «Мы работаем с Катаром и Египтом. У нас есть серьезная критика в адрес Катара, которую, я полагаю, вы услышите в свое время. Но сейчас мы пытаемся завершить возвращение наших заложников. Без военного давления нам бы не удалось создать схему, которая привела бы к освобождению 110 заложников. И только продолжение военного давления приведет к освобождению всех наших заложников. На этом основана моя директива переговорной команде – давление, без которого у нас бы ничего не было». Масло в огонь недовольства правительством Нетаньягу добавило публикацию американской газеты «Нью-Йорк Таймс», согласно которой спецслужбы Израиля давно знали о компаниях, которые легально финансировали Хамас, и эти ресурсы, вполне вероятно, могли быть использованы для подготовки нападения 7 октября. Речь идет об активах стоимостью в полмиллиарда долларов, среди которых были горнодобывающие предприятия в Судане, недвижимость в Арабских Эмиратах и строительные компании в Алжире. Как выяснило издание, сотрудники разведслужб предоставили соответствующую информацию израильским и американским властям, которые, однако, на нее не отреагировали.